Наш участник настолько профессионально разбирается в истории, литературе, искусстве, музыке, географии, биологии, химии, медицине, что так и просится на язык фраза «Этот мальчик – мегамозг!». Встречайте, интеллектуал и эрудит Егор Мурочкин! Здравствуйте, Егор! Меня зовут Мурочкин Егор. Мне 10 лет. Я очень разносторонне развитый человек. Литературу очень неплохо знаю, много читаю. Историю. Скифы были воинственной народностью, поэтому здесь мы можем увидеть костяной кинжал. Кинжал металлический. Когда он читает книгу, я никогда не знаю, что это за книга. История, медицина, биология, химия, литература. Мода. Отдельное место в моей жизни занимает музыка. Недавно мне довелось сыграть на втором по величине органов России. Увлечение медициной у меня появилось, можно сказать, из ниоткуда. Я очень интересуюсь хирургией. А в хирургии уже наметил себе конкретную область нейрохирургии. Всегда мне нравился мозг. Егор, скажи, как ты пришел от истории к хирургии? От каждой науки до другой науки один шаг. Это, извините, перефразировал поговорку от любви до ненависти один шаг. Еще я знаю, что вы прекрасно с музыкой, да, в отношениях замечательных? Да. Я четыре года занимаюсь музыкой. Первый год я учился на валторне. Но у меня прикус испортился. Понятно. И мена была противопоказанная. И вы перешли на какой инструмент? На фортепиано. Ой, прекрасно. Фортепиано великолепно. Я сам учился когда-то, но, честно скажу вам, из-под палки. А можно у вас спросить? Ну да, я уже боюсь. Давайте. Вы учились на фортепиано, да не учились, да? Вы знаете, я учился, да так научился на фортепиано, что перешел незаметно на гитару. Скажите, пожалуйста, ну ладно, со мной. Со мной, как говорится, все понятно. Какие ваши любимые композиторы? Я люблю Баха. Люблю Баха. Очень. Вот не можете с собой ничего поделать. Любите Баха? Вот не могу я ничего с собой поделать. Какие конкретно вам нравятся произведения Баха? Играете ли вы шутку Баха? Баха на своем веку играл я много. Помнится три инвенции, восьмая по мажор, первая до мажор и сейчас учу вторую до минор. Скажите, Егор, почему при таких огромных возможностях и музыка вам дается легко, начиная с Баха, и история, и литература, а тут вдруг медицина? Я сам не помню. Жизнь у меня насыщенная, событий в ней было много, а откуда взялось это увлечение, я не знаю. Ну что, Егор, может быть, вы готовы пройти испытания на медицинскую тему? Абсолютно готов. Прекрасно, друзья. Егор, у нас есть для тебя сюрприз. Мое испытание невозможно провести без специалиста. Поэтому я приглашаю в эту студию врача высшей категории, кандидата медицинских наук, ведущего программы о самом главном на телеканале «Россия» Александра Леонидовича Мясникова. Я же мечтал с ним познакомиться всегда. Привет. Пожалуйста, вы сюда снаносите. Очень ваши книги уважаю. У меня просто отрезала челюсть при виде одного из лучших врачей в стране. Егор, тебе предстоит пройти настоящее собеседование, которое проходят абитуриенты при поступлении в медицинский вуз. Ты выберешь себе билет, прочитаешь его с экрана и начнешь отвечать Александру Леонидовичу. Готов? Готов. Мы приступаем к испытанию для Егора Мурочкина. Внимание на экран. У нас огромное количество билетов. В любой момент нажимай на кнопку и это будет твой билет. Итак, билет номер 45. Первое – строение мозга. Второе – кровеносная система человека. Ну, с первого вопроса и начнем. Егор, пожалуйста. В мозге есть абсолютно различные отделы и доли. Вот здесь находится височная доля. Она у нас отвечает за слух. Дальше. Лобная доля отвечает за вкусовое восприятие и обоняние. Мозжечок отвечает за координацию человека. Вот здесь примерно находится зона Брока. Это речевой центр. Александр Леонидович, пока все правильно? Пока все правильно. Я даже не ожидал, что Егор знает про центр Брока. Егор, а вот скажи, что такое инсульт? Инсульт его еще называют инфарктом мозга. Когда тромб закупоривает одну из артерий в мозгу. А какие факторы риска для инсульта? Почему одного инсульта есть, а другого нет? Вообще факторов множество. Курение. 100%. Номер один. Наркотики и алкоголь. Я считаю, это главная причина инсульта. Как алкоголь? Подождите. А в умеренных дозах? В умеренных... Нет, извините, я не договорил. А то я прямо сейчас у меня... В умеренных дозах алкоголь, конечно, безвреден. Что такое умеренная доза, по-вашему? Умеренная доза – это правило одного бокала в день. Хорошо, Егор, я уже тогда буду без скидок, потому что я просто не понимаю, где у вас граница. Ты назвал курение номер один, правильно? Но вообще один из самых главных рисков является артериальная гипертония, повышенное кровельное давление, правильно? Да. И ещё высокое содержание холестерина. Отлично, молодец. Переходим ко второму вопросу. Кровеносная система человека. Пожалуйста, Егор. Из чего состоит красненькое-синенькое? Хотя, Егор, с вами мне очень трудно разговаривать на уровне красненькое-синенькое, потому что... Ну, конечно. Ну, это нормально. Я думаю, вы это знали примерно где-то на третий день своей жизни, когда ещё поповина у вас не отпала. Спасибо. Значит, красненькое-синенькое, как вы говорите, синенькое – это вены, а красненькое – это артерии. Сейчас поясню. Вены выводят кровь из органов и несут её в сердце. А артерия выносит кровь из сердца и несёт её к органам. А вот там, где вена, 13, если там будет тромб в ноге, и если он оторвётся, что произойдёт? Перестанет та или иная часть ноги снабжаться кровью, и в итоге начнётся процесс гангрены. Вы представляете, сколько сейчас людей у экранов телевизоров не могут понять, что происходит? АПЛОДИСМЕНТЫ Стоит профессор Мясников, стоит маленький ребёнок и идёт вполне себе серьёзный разговор. Всё думает, а что это за программа? У меня ощущение какой-то нереальности. Александр Леонидович, вот чтобы у вас возникло ощущение реальности, вы должны прямо сейчас задать вопрос, мне кажется, на любую тематику. Да, допустим. Егор, какая функция почек? Почки нужны для получения грязной крови и забора из неё веществ вредных. Правильно. А ещё? Там вырабатывается гормон в почках. Правильно. Друзья, у меня вот такие вот глаза сейчас стали, когда я за вами наблюдал, примерно. Александр Леонидович, по совокупности, что вы ставите нашему ученику? Пять с плюсом. Пять с плюсом! Спасибо. Может мальчик поступать, Александр Леонидович, прямо сейчас? Самое интересное, что да. У него нестандартное мышление, и меня это просто поражает. Задатка у него колоссальная. Это будет блестящий врач. Он оставит след в медицине. Спасибо огромное. Теперь мы обратимся к нашему главному эксперту. Пожалуйста, Василий Андреевич. Хочу сказать, что Егор изменил мои представления о том, сколько ребёнок может знать в этом возрасте. Это было здорово. Если бы у меня было две подсказки, я бы их выдал. Спасибо тебе огромное. Раз и один биолог гениальный, а другой гениальный врач. Меня так оценили, значит, действительно, это правда.